Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты все самое интересное из мира высоких технологий. Совсем недавно Microsoft решила отказаться от бренда Nokia в своих смартфонах. В одном из наших предыдущих выпусков мы рассказывали вам о первых устройствах корпорации под собственным лого. Были представлены смартфоны бюджетного сегмента Microsoft Lumia 535 и Lumia 535 Dual SIM. Многие заговорили об окончательном закате эры Nokia, однако та решила вдруг возродиться и неожиданно представила свой первый планшет под управлением Android – Nokia N1. Внешне Nokia N1 сильно напоминает iPad mini от Apple. Схожесть можно заметить в дисплее в 7,9 дюйма с разрешением 2048 на 1536 пикселей и соотношением сторон 4 на 3, а также в расположении всех элементов, таких как динамики, кнопки регулировки громкости, включения и камеры. Выбор цветов также знаком любителям гаджетов – серый и темно-серый. Корпус планшета изготовлен из цельного куска анодированного алюминия, а его толщина составляет всего 6,9 мм при весе в 318 граммов. Это меньше, чем у iPad mini 3. Также Nokia улучшила дисплей и убрала воздушную прослойку, чем не может похвастаться конкурент от Apple. Nokia N1 оснащен четырехъядерным 64-битным процессором Intel Atom Z3580 с частотой 2,3 ГГц, батареей емкостью 5300 мАч, 2 ГБ оперативки и 32 ГБ основного накопителя. Новинка будет работать под управлением Android 5.0 Lollipop, поверх которого установят собственный Z-лаунчер. Также Nokia N1 является первым планшетом и вообще первым устройством в мире с универсальным разъемом USB Type-C, который позволяет подключать кабель любой стороной. Продажи устройства должны начаться в первом квартале следующего года. Сначала планшет появится в Китае по цене 249 долларов, а затем придет в Европу и Россию. Пока аналитики не берутся делать прогнозы по поводу успеха Nokia N1. Конкуренция на рынке планшетов сейчас довольно острая и, несмотря на то, что устройство получилось интересным, Nokia пока еще не воспринимается пользователями как производитель планшетов. Поэтому пока остается вопросом, удаст ли Nokia N1 занять хорошие позиции на рынке. А вот другой производитель устройств, южнокорейский гигант Samsung, в следующем году планирует сократить модельный ряд своих смартфонов. Об этом в рамках форума инвесторов Samsung в Нью-Йорке сообщил старший вице-президент корпорации и глава департамента по взаимоотношениям с инвесторами Роберт Йик. По его словам, модельный ряд компаний будет уменьшен на 25-30% в рамках стратегии по сокращению расходов. Кроме того, таким образом Samsung надеется опровергнуть опасения инвесторов и экспертов о потере брендом индивидуальности из-за большого числа выпускаемых моделей. Тем не менее, старший вице-президент Samsung не обозначил, какие именно модели попадут под сокращение. Напомним, в конце октября Samsung сообщила о падении операционной прибыли в третьем квартале 2014 года на 60% по сравнению с показателем годичной давности. Тогда компания смогла заработать рекордные 9,6 миллиарда долларов, в то время как в этом году операционная прибыль составила около 4 миллиардов долларов. В последнее время все чаще происходят скандалы, связанные с утечкой данных пользователей различных устройств и сервисов. В связи с этим многие компании спешно латают дыры в своем софте, чтобы избежать неприятных ситуаций и оттока пользователей. Не отстают от других и один из самых популярных мессенджеров — WhatsApp. На днях он обзавелся собственной системой безопасности. В программу ввели так называемое end-to-end шифрование. Это значит, что само приложение не сможет видеть ваше сообщение, даже если к этому их будет обязывать законы или спецслужбы. Таким образом, только участники переписки будут иметь к ней доступ. К слову, подобной системой защиты пользовательских данных обладает и конкурент WhatsApp — мессенджер Telegram, созданный основателем социальной сети ВКонтакте Павлом Дуровым. Он также использует end-to-end шифрование. Однако аудитория у данного сервиса гораздо скромнее, чем у WhatsApp, которым сейчас пользуются около 600 миллионов человек. Между тем, недавно запущенный у нас в Казани сервис «Народный инспектор» разделил казанцев на два лагеря. Напомним, мобильное приложение запустили с целью улучшения ситуации на дорогах республики. Оно абсолютно бесплатно, доступно в магазинах App Store и Google Play для соответствующих платформ. По замыслу инициаторов, сервис должен помочь казанцам в один крик сообщить о нарушении правил дорожного движения. При помощи приложения можно снять фото или видео и тут же отправить его в госавтоинспекцию. Однако полезная инициатива была воспринята пользователями неоднозначно. Если одни хвалили чиновников за новый сервис, который действительно способен дисциплинировать водителей, то другие, наоборот, отреагировали негативно. В частности, автомобилисты опасаются так называемого стукачества. Так или иначе, сейчас приложение только начинает распространяться и пока рано говорить о позитивных или же негативных результатах работы «Народного инспектора». Как говорится, время покажет. Пока на этом все. Смотрите iNews, а также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.